Первые осенние пейзажи уже будоражат нашу фантазию, а значит пришла пора рассказать об осенних новинках. Какие украшения с драгоценными камнями показывают мировые бренды в своих новых коллекциях? Всем привет! С вами гемолог Ольга Меликян. Я рада приветствовать вас на канале Jumpstones, канале о драгоценных камнях и ювелирных украшениях. Главным трендом этой осени являются крупные габариты и яркие краски. Все устали от ограничений серых будней, долой скромность и сдержанность. Впереди только безудержное желание и радуга драгоценных камней. Итак, представляю вам десятку неординарных и удивительных украшений осени 2021. Десятое место. Колье, замок радости, помелата. Осень у всех нас воспринимается как начало нових свершений, обучения, деловых встреч и новых горизонтов. В этом смысле костюм неотъемлемая часть осени большинства людей. Именно к такому образу ювелирный дом помелата подготовил удивительное и необычное украшение. Это колье, выполненное в виде крупной цепи с висящим на ней практически амбарным замком. А чтобы прекрасные дамы будоражили свою фантазию, имя этому колье было дано замок радости. Возможно, радость заключалась в паре десятков грамм золота, а может быть и бриллиантах, инкрустированных в него. Только мне кажется, женщина вряд ли ассоциирует себя с сараем, которому нужен амбарный замок для открытия. Девятое место. Колье и серьги Бучилати. Не все мировые бренды захотели добавить экспрессии в мир осенних коллекций. Ювелирный дом Бучилати решил напоследок напомнить о нежности и свободе уходящих летних деньков. Вот почему в колье и серьгах Центаурия лишь тонкие цветовые переходы и много летних тонов в виде голубых турмалинов Параиба или сочных, как травка, гранатов, цеваритов. Колье и серьги Центария от Бучилати с зелеными цеваритами, голубыми турмалинами Параиба и бриллиантами выглядят великолепно. Восьмое место. Серьги Фэн Джей. В Китае есть женщина-ювелир, создающая украшения в невесовом стиле. Речь идет прежде всего о невидимой закрепке. С использованием такой техники Фэн удается добиться не только невесомости украшения. Все изделия начинают как будто парить в воздухе. Например, в серьгах с опалами и бриллиантовыми перышками опалы настолько умело встроены в само украшение, что кажется, именно там они и родились. Или, например, в браслете и кольце Каллы Лили. Кажется, что все драгоценные камни превратились в капельки росы, и в них отражается целая вселенная. Седьмое место. Кольцо магнитное притяжение Мессика. В крупных желтых бриллиантах есть нечто совершенно гипнотическое, и ювелиром дома Мессика это хорошо известно. Я еще не встречала ювелирного дома, кто так мастерски и разносторонний показывает красоту именно бриллиантов. Я обязательно расскажу об этом бренде в отдельном выпуске. В коллекции Магнитное притяжение представлены прекрасные желтые бриллианты в огранке груша. Сочетание этих камней с желтым золотом и бесцветными бриллиантами дает совершенную законченность всему украшению. Шестое место. Колье с танзанитами Помелата. Массивные золотые цепи уже несколько сезонов бьют все рекорды популярности. Ювелирный бренд Помелата решил разбавить скучное царство золота, добавив несколько нот ярких красок. В колье с танзанитами инкрустированы пять сапфирово-синих драгоценных камней на общем фоне крупной цепи, полностью усыпанной коньячными бриллиантами. На мой взгляд, все выглядит очень дерзко и притягательно. Пятое место. Кольца Марк Генри с Александритами. Много ли вы знаете ювелирных брендов, кто продает украшения с природными Александритами прекрасного качества? Несмотря на то, что дизайн ювелирных украшений лаконичен и прост, именно сами Александриты с роскошным переходом цвета от зеленовато-голубого в насыщенно-пурпурный говорят сами за себя. У бренда Марк Генри образцы Александритов из Бразилии. К сожалению, сейчас уральских Александритов практически днем с огнем не сыскать. Четвертое место. Брошь с сапфирами Эльзы Цзинь. Один из перспективных ювелирных дизайнеров Китая Эльзы Цзинь. Ее произведения всегда сложны и интересны. Во многих отображены китайские мотивы и очень сложный орнамент. Меня очень вдохновила брошь Эльзы с сапфирами, которая имитирует потоки воды. На такую красоту можно смотреть бесконечно. Третье место. Колье Аполлисценция от Бушерон. Колье Аполлисценция относится к недавно вышедшей и уже нашумевшей коллекции голографик от Бушерон. Это колье, иначе как опаловое счастье и не назовешь. Только представьте, само колье состоит из 1518 карат, выполненных в виде округлых гусен опала. В центре колье роскошная брошь рыбка с центральным эфиопским опалом в 71 карат. Но это еще не все. Сзади колье мы видим снимаемую подвеску с белым благородным опалом, которую можно носить отдельно. Что касается плавников и тела рыбки, то здесь использована перегородчатая эмаль и опаловый порошок. В последних коллекциях мировых брендов все чаще используются округлые бусины, созданные из драгоценных камней первого и второго порядков. Лично мне это нравится, так как дает разнообразие и необычность всей коллекции. 2 место. Кольцо ирисы Ильгиза Фазелузянова. Удивительный художник Ильгиз Фазелузянов и его бренд Ильгиз-Ф вот уже несколько десятилетий создает невероятные и сказочные украшения. Например, кольцо с великолепной бирюзой, выполненное в персидском стиле, будто приоткрывает нам начало бархатной сказки Шахерезады. Или, например, кольцо ирисы с нежным и тоскливым лунным камнем в центре, будто рассказывает нам о том, что золотая осень в самом разгаре и природа замирает и готовится к отдыху. И, наконец, первое место. Изумрудное колье из коллекции Магнифика Булгари. Коллекция ювелирного дома Булгари не зря носит название «Великолепие». Я уверена, Элизабет Тейлор не прошла бы сейчас мимо такого совершенства. Я обязательно расскажу об этом наследии бренда Булгари отдельно. Сегодня хочется упомянуть изумрудное великолепие, созданное руками талантливых мастеров бренда. Колье изумрудный эллипс рассказывает историю безудержной любви яркой и страстной девушки к изумрудам. И действительно, смотря на 62-каратный кабошон зомбийского изумруда, потихоньку начинаешь неметь от восторга. А чистота изумрудов кабошонов в колье Булгари изумрудный дракон и вовсе повергает в искренний шок от увиденного. Драгоценные камни, безусловно, прекрасны в любое время года, но именно осенью их сочные яркие цвета по-особенному нужны людям. Надеюсь, это видео вам понравилось. Пишите ваши впечатления в комментариях, ставьте лайки и, конечно, подписывайтесь на мой канал, ведь впереди новые интересные ролики. Хорошего вам настроения и отличного теплого сентября! Субтитры сделал DimaTorzok